Человечество отправляет первую космическую экспедицию на Марс, которая таинственным образом погибает. Спасатели с огромным трудом добираются до Красной планеты и обнаруживают удивительную находку, которая раскрывает секрет появления человека и жизни на Земле. Теперь я ни в чем не уверен. Друзья, вы и без меня знаете, что космос стоит в себе опасности. Вот что делать, если на орбите вам станет плохо? Форточку не открыть, скорую не вызвать, а значит, надо что-то придумывать. Об этом вам расскажет первый в мире фильм, снятый в космосе. Вызов. Кстати, нашими. Серьезно, они реально летали на орбиту прямо с Байконура, чтобы снять это кино. По сюжету у одного из космонавтов на борту МКС происходит серьезная травма, и его нельзя спустить на Землю, иначе смерть. Единственный выход – отправить хирурга на орбиту, который должен спасти героя. Но пойди найди того, кто согласится на это, ведь время для подготовки к полету всего лишь месяц, а там еще долететь и выжить надо как-то. Одно дело снимать на зеленом экране, другое – закинуть свою тушку на МКС, чтобы снять фильм. Закидывали свою тушку, кстати, Юлия Пересильд и режиссер фильма Клим Шипенко, а еще команда реальных космонавтов. С Земли их Милош Бикович прикрывал, а командовал всем этим из ЦУПа Владимир Машков. Такой вот звездный состав. Кстати, фильм уже стартует в прокате с 20 апреля, так что самое время сходить и посмотреть «Вызов». Первый фильм, снятый нашими в космосе. В доме астронавта Люка Грэма идет вечеринка по поводу его отлета на Марс. Собираются семьи его друзей и коллег. Мужчина прощается с остающимися, в числе которых его друг Джим МакКоннелл, который давно готовился к этому полету, но был вынужден покинуть проект из-за болезни жены. Друзья желают Люку счастливого полета и вспоминают умершую женщину. Она была бы рада, что миссия состоится. В 2020 году первая пилотируемая экспедиция прибывает на Красную планету, и вскоре люди обнаруживают неподалеку от базы странное белое образование в регионе Сидония, которое, как они подозревают, является выдавливанием на поверхность толщи воды, полезной для будущей человеческой колонизации. Передав новость о находке в командный центр на борту Всемирной космической станции, четыре члена экипажа направляются к местоположению образования для дальнейших исследований. Прибыв на место, люди видят высокую гору, которую радар определяет как механическую. Тут космонавты начинают слышать странный низкий звук, но считают, что это лишь помехи от их марсохода, и когда они прибавляют мощность аппаратуры, песок под ногами начинает двигаться. Но поначалу это не вызывает особого волнения. Космонавты остаются на месте, рассматривая гору, над которой вырастает песчаный вихрь. Но вскоре он начинает вести себя как разумное существо, которое как будто разглядывает пришельцев, а потом набрасывается на них и в считанные секунды убивает троих космонавтов, после чего испускает очень мощный электромагнитный импульс, уничтожающий большинство работающей электроники на борту корабля. После того, как вихрь утихает, из-под слоя песка проявляется огромное человеческое лицо, вырезанное из плотного материала. На космической станции получают неразборчивое сообщение от люка, но не понимают, что произошло, и жив ли сам люк. Руководство понимает, что необходимо организовать спасательную экспедицию, но как это можно сделать технически, представляет слабо. И тогда Джим предлагает решение вопроса, ведь он разрабатывал планы по эвакуации с Марса. Командир станции соглашается рассмотреть его, но выступает против участия Джима в экспедиции, потому что мужчина отказался проходить тесты и ушел из проекта. Вуди Блейк настаивает на включении друга в экипаж, ведь его отказ от первого полета был по уважительной причине. Он очень переживал за свою жену. К тому же, именно он и его жена изучали и проектировали полет на Марс, так что Джим знает об этой планете больше всех остальных, что, безусловно, поможет в спасательной миссии. Выслушав его доводы, командир соглашается, и спасательный корабль с командой из четырех человек отправляется к Марсу. Кроме Вуди и Джима в экипаж входят специалист Терри Фишер, жена Вуди и Фил Олмайер. По пути Джим по-доброму завидует любви Вуди и Терри, наблюдая, как нежно они относятся друг к другу. Вскоре с корабля уже можно видеть поверхность Марса, и люди отмечают, что лагерь экспедиции цел, и даже разглядывают три могильных холмика рядом с постройкой. Непонятно, что случилось с Люком, может его просто некому было похоронить? Вскоре планету накрывает магнитная буря, и космонавты больше ничего не могут разглядеть. Командование дает разрешение на высадку. Вуди идет обрадовать этим Джима и застает его за просмотром семейного фильма, из которого становится ясно, что его жена тоже была астронавтом, и вместе с мужем мечтала о полете на Марс. Корабль готовится переходить на орбиту Красной планеты, но тут на его пути появляется микрометеоритный дождь, и один из метеоритов пробивает обшивку, раняя руку Фила. Станция начинает терять кислород, и Вуди идет в открытый космос, чтобы найти и заделать пробоину, но пробоина настолько мала, что визуально ее не найти. И тогда Терри выдавливает сок, который плывет к дырочке, и просачивается сквозь нее, указывая пробоину. Однако экипаж не замечает еще одну пробоину в топливной магистрали одного из главных двигателей. При зажигании двигателя, вытесненное в космос топливо, взрывается, разрушая корабль. Экипажу остается лишь быстро надеть скафандры и выйти в открытый космос. Надеясь сманеврировать к модулю снабжения, оставшемуся на орбите от первой экспедиции. Они находят модуль, но он движется на низкой для них орбите, и слишком быстро. Вуди использует все топливо своего ракетного ранца, чтобы долететь до модуля, и закрепляет на нем трос. Однако самому ему не удается остановить свой полет, и он продолжает падать на Марс. Терри, желая спасти мужа, отсоединяет свой трос и устремляется за ним. Но Вуди, понимая, что если она будет продолжать спасать его, ей не хватит топлива вернуться, и женщину будет ждать неминуемая смерть. Он снимает свой шлем и погибает. Плачущая Терри наблюдает, как тело ее мужа падает на планету, а потом возвращается к оставшимся. Трое астронавтов при помощи модуля совершают посадку на планету. Хотя сам модуль уже не сможет взлететь, спасатели взяли с собой новые материнские платы для корабля первой экспедиции, взамен сгоревших. Прибыв на базу первой экспедиции, они исследуют ее, но никого не обнаруживают, хотя жилой блок совершенно цел. Джим идет в оранжерею и поражается тому, что все растения чувствуют себя прекрасно, все действует и работает. Космонавт снимает шлем и в отражении на воде видит Люка с топором, который нападает на него, не веря, что это настоящий человек, а не видение. Мужчину хватают, и только тогда он начинает верить, что за ним прилетели. А узнав о гибели Вуди, он плачет. Космонавты понимают, что у Люка не все в порядке с головой, ведь он провел на Марсе больше года, в полной изоляции от мира. Придя в себя после нападения песчаного вихря, он похоронил погибших и занялся изучением странной структуры. Он показывает спасательной команде видеозапись находки, стоившей членом его экипажа жизни, и люди приходят в изумление, поняв, что перед ним лицо гуманоида. А потом демонстрируют свою самую важную находку – запись звука, которую услышал вблизи образования. После нескольких месяцев анализа этого звука он понял, что он является диаграммой человеческой ДНК на прямоугольной системе координат в пространстве. Кто-то оставил это здесь, как свою подпись. Но позже, вспомнив, как Фил создавал ДНК его идеальный возлюбленный из конфет, Джим понимает, что это не подпись, а своеобразный текст, который создатели оставили вместо замка, охраняющего вход куда-то. Получается, что первая экспедиция погибла, потому что ответила неверно. Вместо того, чтобы дополнить ДНК, доказав, что они люди, космонавты направили на лицо радар, так как ответ был неверный, охранная система структуры, песчаный вихрь, уничтожила нарушителей. Команда отправляется к Сфинксу, но для начала посылают робота и передают через него сигнал с дополненными элементами человеческой ДНК. В лице появляется вход, из которого сияет яркий свет. Все, кроме Фила, который должен починить корабль, отправляются к лицу. Вуди дает Филу команду на взлет в точно определенное время, даже если они не вернутся. После чего люди входят в белый зал, дверь закрывается, и астронавты теряют связь с кораблем. Вскоре помещение заполняется земной атмосферой, и люди снимают шлемы. И тут же позади открывается еще один шлюз, пройдя в который космонавты оказываются в темной комнате, где видят огромную трехмерную проекцию Солнечной системы. Затем появляется голограмма марсианина, беззвучно объясняющая людям, что в давнем прошлом Марс ударил огромный астероид, разрушивший систему экопланеты, очень напоминающую Землю. Марсианам пришлось эвакуировать всю расу в другие звездные системы, но они также послали с Марса на соседнюю Землю один корабль, в котором были зародыши будущей жизни. Сотни миллионов лет спустя на планете появились многоклеточные растения и животные. Прошло множество лет после этой панспермии, и новые формы, образовавшиеся из присланных ДНК, развились и стали людьми, которые должны были однажды вернуться домой, на Марс, чтобы Сфинкс распознал в них потомков этого грандиозного эксперимента. Голограмма протягивает руку землянину, давая понять, что они принадлежат одному виду, а потом исчезает, и перед людьми открывается люк космического корабля, на котором кто-то из них может полететь к создателям. В это время Фил безуспешно вызывает друзей и готовится к взлету. Люди слышат его предупреждение о том, что буря становится все сильнее, и скоро накроет корабль. Они понимают, что нужно спешить, но Джим отказывается возвращаться на Землю, когда появилась возможность полететь в другую галактику. Он уверен, что это приглашение, и он родился именно для того, чтобы попасть в новый мир. Джим прощается с друзьями. Терри дарит ему на память маленькую подвеску с ракетой, которая когда-то принадлежала Вуди, и космонавты уходят. В это время Фил повторяет вызовы, но не получая ответа, протягивает палец к кнопке пуска, оттягивая это решение. А Джим попадает в световой лифт, который поднимает его в корабль «Марсиан». Двум оставшимся астронавтам из-за начавшейся песчаной бури едва удается добраться до своего корабля, и то лишь потому, что Фил, вопреки приказу, задерживает взлет. Тем временем Джим вступает на обозначившийся перед ним круг, и вдруг понимает, что не может сдвинуться с места, его начинает поглощать вода, поднимающаяся все выше. Мужчина готовится к тому, что вот-вот захлебнется, и задерживает дыхание, но все же делает вдох и начинает дышать в воде. Он улыбается, поняв, что это новая форма жизни. Перед его взором проносятся кадры его прошлой жизни, и мужчина как будто прощается со всеми еще раз. А его экипаж, взлетев, наблюдает в иллюминаторе, как марсианский корабль с Джимом улетает с огромной скоростью по направлению к далекой галактике и желает ему счастливого пути. Хорошая, добротная фантастика, снятая много лет назад, не отличается особой динамичностью сюжета, но, несмотря на многочисленные научные ляпы, смотрится с интересом и держит в напряжении до последних секунд.